Много программ и сайтов посвящены миру Азерота. Многие призваны в той или иной мере помочь игрокам, другие наоборот, навредить. Когда некоторые из них, зачастую негативные, доходят до рук Близзард, это может закончиться очень печально. Судебными исками, ликвидацией из магазинов, блокировками, или просто неприятными конфликтами со разработчиками и создателями ресурсов. Поэтому предлагаю взглянуть, какие конфликты существовали за время истории Варкрафта. Проблема ботов издревле терзала мир Азерота. Десятки, сотни, тысячи людей пострадали от их действий. Для кого-то проблема переизбытка ботоводов коснулась экономически. Кому-то они попадались на полях боя, причин ненависти может быть множество. Они плодились словно кролики, все сильнее заменяя реальных людей. Разработчикам Варкрафта, прямо говоря, это не нравилось. Они всячески пытались вычислить аккаунты ботоводов и по итогу их блокировать. Поначалу это было мелочно, но с каждым годом противостояние нарастало. Доходило до массовых блокировок, исчисляемых несколькими сотнями тысячей аккаунтов за один день. Это давало свои плоды. Ботов становилось меньше, но игроки продолжали их использовать, создавать новые учетные записи и история вновь повторялась по кругу. Поэтому принимается крайне радикальное решение. Борьба методом банов хороша, но нужно открывать второй фронт и идти против не только пользователей ботов, а их создателей. В будущем подобные юридические крестовые походы проводились несколько раз. Но самый первый был приурочен такой программе как GlitterBot. Начал он свою историю благодаря предприимчивому человеку по имени Майкл Доннелли. Еще в далеком 2005 году он решает создать небольшую программу, призванную упростить геймплей игрока World of Warcraft. Получилось у него это успешно. После чего начинает продавать свое творение GlitterBot. Его программа позволяла делать разные действия. Прокачиваться, фармить мобов, собирать с них лут и шкуру, лечить и хилить. В общем, разброс возможностей был велик, что и подкупило многих людей, желающих экономить свое время. Быстро она обретает популярность. Распространялась как платная программа с бесплатной демо-версией. Можно было им пользоваться несколько минут, после чего нужно было перезагружать. Тем самым бать игроков покупать платную версию. Стоила платная версия, если верить веб-архивным записям, скромной 25 долларов. К шестому году количество проданных версий переваляло отметку в 100 тысяч проданных копий, что по тем меркам составляло немалый процент от активных учетных записей Warcraft'а. Популярность, как вы понимаете, была велика. Blizzard наконец замечает, что столь неполезная для игры продается, да еще и вредит игрокам. Blizzard выдвигает главную свою шахматную фигуру, призванную раз и навсегда покончить с довольно популярной программой ботом. В июле шестого года подается иск в суд, с целью заблокировать столь неблагоприятную программу. Компания MDA, что и являлась владельцем Glitter'а, отвергает претензии. Мол, мы вообще не нарушаем какие-то права, а бот призвони навредить, а просто расширить игровой опыт игроков. И вообще, мы инноваторы. Позиция была необычной, хотя и не такое можно увидеть в суде. К сожалению или к счастью, разработчиков Blizzard это дело сильно затянулось. Вместо победоносного шествия и решения проблемы в кратчайшие сроки, судебные тяжбы растянулись на много лет. Вердикт был вынесен аж в июле восьмого года. Спустя два года с момента начала дела. Суд постановил, мол боты не торт, Glitter нарушает право Blizzard и по итогу должен быть наказан. Молот правосудия потребовал от MDA, создателя Glitter'а, выплатить 6 миллионов долларов компенсации. Сумма огромна, но чтобы вы понимали, насколько прибыльно это дело, по плюс-минус официальным данным, к тому моменту заработок этой программы перевалило отметку в несколько миллионов зеленых. Разработка новых версий была остановлена. После завершения судебного дела следует еще один иск. На сей раз с требованием запретить хоть какое-либо распространение Glitter'а, в том числе и его открытого исходного кода. Дело вновь растянулось на пару лет и окончательно закончилось в сентябре 2011 года, после чего программа и прекратила свое шествие по просторам Азерота. Blizzard через год приобретает сайт, где некогда находился сам бот, и также приобретает право собственности товарных знаков, включая даже логотип и название Glitter'а. Этот мув был вероятно достигнут мирным соглашением. Сайт самого бота, что забавно, есть и по сей момент. Но он, как я сказал выше, под контролем Blizzard. И если сейчас на него перейти, то будет просто редирект на главный сайт World of Warcraft'а. Так и завершилось первое судебное дело о запрете программ для мира Азерота. 6 миллионов долларов штрафа и 5 лет судебных разбирательств. Еще с древних времен люди любили погружаться в сюжетный мир Азерота. Он огромен, но не у всех есть желание и время вчитываться в квесты, несущие за собой немалую часть локального сюжета локаций. Поэтому было много попыток сделать программы для полного погружения в сюжет игры. Самый известный это Warcraft Tales из дополнения Legion. О нем я уже рассказывал, но это была не первая и далеко не последняя попытка сделать нечто подобное. Джокис ТТС, одна из самых популярных и старых реализаций, представлял из себя обычный для игроков аддон, типичное расширение. Мог благодаря инновационным разработкам читать квест открытых окон голосом робота, в том числе даже русским. Работало примерно так. Игрок открывает диалоговое окно с условным жителем местного города. Аддон начинает зачитывать своим голосом текст, а игрок получает звуковую информацию вместо чтения текста. То же самое работало и с квестами, и с многим-многим другим. Вряд ли голос робота можно назвать хорошим для озвучки, но в целом и это неплохо. Живет аддон на прострогах интернета давно, со времен катаклизма, и продолжает жить по сей момент. Разработчики решили пойти открытым путем, публикуя исходный код и реальные имена в случае юридических проблем с Blizzard. Blizzard, пусть не особо поощряет его существование, но никоим образом не препятствует блокировке много лет. Поэтому пусть он и существует, но находится в словно состоянии Шрёдингера, находясь на грани блокировки и легальности. Но не всем даже так повезло. Для примера, самая последняя попытка замутить озвучку игровых квестов и окружающего мира, сделанная в реалиях битвы за Зерот. Называется она как WoW-Vac. Долго разрабатывался и работал как сторонний мод, добавляющий дословную озвучку заданий. Всё было круто и хорошо. Проекты успели привлечь много внимания, и также много желающих появилось вступить в качестве актёров озвучки. Все были вдохновлены, однако с самого начала понимали, что возможно, рано или поздно это закончится, и не по их воле. Но они продолжали работу, надеясь, что пронесёт, как бы это странно ни звучало. Они даже успели частично выпуститься в релиз, в демо-версии, и стать доступным для установки аддоном. Но вот, наступает тот самый, к сожалению или к счастью, ожидаемый день Икс. Создателями мода, выходит на связь работники Blizzard. Но к удивлению, не в столь печальной манере, как с тем же Warcraft Tales, а именно юридическим отделом. На связь выходит не юрист, желающий засудить, а обычный комьюнити менеджер с письмом. Он высказал уважение за проделанную работу, но ему словно посланнику сообщили, что подобное нарушает авторские права компании. Посему, он вынужден просить прекратить последующую работу аддона. В конце извинился за плохие новости, и сказал, что готов ответить на любые вопросы создателя. Некоторое время, создатель еще пытался договориться, и бороться за жизнь своего аддона. Но безуспешно. В итоге, проект был закрыт. Но, впрямь особого зла на Blizzard, никто не держал. Особенно учитывая, что они пошли мирным путем диалогов. Иными словами, разошлись мирно, без особой злобы. Пускай прямо скажем, потраченное время и силы, уже не вернуть. В прекрасное время гнева короля лича, Blizzard начинает новую схватку-потасовку. К этому моменту, битвы велись против аддонов, против бот-программ, и настал момент приложений. Приложений для телефонов. Более конкретно, приложений для айфонов. Примерно в это время, политика компании несколько меняется. Новая политика не позволяет зарабатывать, за счет продажи контента аддонов, связанных с игрой. Как пример из старого ролика, аддон карбонит. Краткое расширение было по платной, ежемесячной подписки. Новая политика подобно запрещала, мол, все должно быть бесплатно. После этого, они пришли с платной подписки, на систему пожертвований, и живут по сей момент. Это касалось не только карбонита, а и всех остальных расширений. Все должно быть бесплатно. Если с аддонами все было понятно, то вот никто не ожидал, что она затронет не только то, что конкретно связано с клиентом Варкрафта, а затронет и мобильные приложения. Под конец апреля 9-го года, начинаются активные действия. Появляется информация, что два приложения из App Store, магазина приложений Apple, будут ликвидированы по инициативе Blizzard. Первое приложение, это Warcraft Arena Calculator. Простое приложение, позволяло нехитрыми манипуляциями, помочь игроку вычислить рейтинг и количество очков арены, что тот сможет получить. Стоило немного, скромное 99 центов. Второе, Warcraft Browser. Представляло себе мобильную версию оружейной, что существовало из древних времен, но никогда до силы не было преобразовано в мобильном виде. Можно было смотреть сфотку персонажа, вещи и прочее, что было доступно в официальной компьютерной версии оружейной. Обоим приложениям поступает сообщение от Blizzard. Мол, так и так, пора прощаться. Это вызывает большой прецедент в среде комьюнити Warcraft'а. Часть людей были безусловно против такой блокировки, другая часть людей была только за, мол, незачем отбирать хлеб у Blizzard. Ну и еще одна часть людей начала подозревать, что Blizzard сама хочет выпустить мобильное приложение. Посему и блокируют сторонний софт. Все вроде как поскорбили, были на острие, но уже начали понемногу отходить. Проходит ровно одна неделя, и история повторяется. 6 мая все того же года еще два платных приложения ликвидированы. На сей раз первый Warcraft Chest. Представлял из себя нечто вроде атласлута для телефона. Показывал огромный перечень предметов, демонстрировал характеристики и показывал где и как добывается. Второй, WoW Talent. Показывал билды разных классов и позволял составлять свой. Ничего особенного. В принципе, как вы можете заметить, все вышеописанные приложения были по свойствам довольно простые. А это шествие продолжалось некоторое время. Игроки были потрясены и мягко скажем удивлены действиями Blizzard. Для обычных людей вряд ли хоть одно из них несло особый смысл, ну или хотя бы его можно было просто заменить. Но тут скорее ажиотаж был не сколько от потери, сколько о самом прецеденте удаления и блокировки приложений. Что забавно, в будущем теории игроков о том, что Близзы сами птихуя делают мобильное приложение, подтвердились. И чуть более чем через один месяц с момента бана выпускают свое приложение Mobile Armory. Люди были ошеломлены, удивлены. Но что стоит отметить, шествие ликвидации затронуло только платные приложения. Все остальные, что находились в бесплатном состоянии или жили за счет пожертвований и прочей поддержки, возможно даже делали те же функции, а функции, будем честны, что я писал выше, будет довольно простыми, остались по-прежнему жить. Иногда между Blizzard и некоторыми сайтами отношения могут сложиться не лучшим образом. Таковых прецедентов было много, но самый интересный, что принес больше всего неприятных последствий, был связан с компанией Гавкер. Если кратко, Гавкер это большой медиаресурс, состоящий из множества-множества сайтов. В нулевые годы их сайты имели популярность среди многих игроков, в том числе и игроков Варкрафта. Все и было бы круто и хорошо, но один день изменил все. И способствовали этому не столь доброжелательные для компании лица, хакеры. В один день, 12 декабря 2010 года, хакерам удается получить доступ к базе данных сайта. Как следствие, все, что в ней содержалось, сливается. Это логины, пароли, исходный код сайта и даже внутренние переписки. Все утекает в трубу. Прецедент ужасен и в зоне риска оказываются десятки тысяч людей. Иными словами, если эта информация попадает в ненужные руки, то проблемы будут огромные. Это отображается и на World of Warcraft. Участили изломы аккаунтов. Blizzard, в виде печальной обстановки, начинает массовую рассылку сообщений о том, чтобы игроки в максимально быстром порядке побежали изменять свои пароли. Ну или хотя бы были бы осторожны. Люди были в гневе, причем не на Blizzard. Те скорее хотят защититься в неприятной ситуации. Ровно так же поступил и другой, некогда популярный ресурс Yahoo, прося своих пользователей поменять свои пароли. После этого, не столь приятного прецедента, дела у Гавкер пошли мало-помалу на спад. На некоторых сайтах и форумах они и вовсе попали в блоклист. К примеру, на форуме сабридита Варкрафта сообщения ссылками на их ресурсы автоматом блокируются. Но тем не менее, сам по себе взлом популярного меди-ресурса смог принести много проблем разным компаниям. Не всегда Blizzard работает против сайтов и разработчиков. Примет времени они открывают разного рода поддержку и помощь тем людям, что смогли внести свой вклад в мир Азерота. Иногда даже нанимая к себе на работу тех, кто активно занимался разработкой аддонов, программ или фан-сайтов. Ну, либо изредка делая разные подарки. Так, к примеру, для игрока по имени Десмофиста сделали подгон в виде нового компьютера. Десмофиста уж и без того довольно известная личность. Прославился как и поступками, так и написанием аддона для скоростной прокачки. Однажды он начал испытывать проблемы с компьютером, который начинал мало-помалу сбоить. Пытался решить проблемы сам, но особого успеха это не привнесло. И вот, неожиданно с ним выходят на связь сотрудники Blizzard и AMD. Дарят ему новый компьютер вместе с коллекционным изданием Варкрафта. До этого Blizzard делал то же самое в 18-м году с разработчиком аддона Deadly Boss Mod, подарив ему в качестве подарка новый компьютер и пожелав успеха в будущем. Что уникально для своих уже работающих разработчиков, также время от времени делают разные подарки. Для примера, в 12-м году тем, кто проработал в компании 20 и более лет, сделали уникальный презент Корона Короля Лича. Для тех, кто проработал 10 лет, большой и роскошный щит. Для 5 лет меч, а для 15 лет кольцо. В общем, не всегда Blizzard это желание кого-то забанить, хотя я не спорю, такой, как вы поняли, совершенно не редкость. Но тем не менее, вот такие вот сайты, программы и прочие ресурсы смогли попасть в немилость компании. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!